Мы хотим сейчас познакомить вас с человеком, который прямо на прямой линии из Австрии. Илья Баскаков, учитель русского языка в школе в Австрии. Илья? Доброе утро, добрый день. Что там сейчас в Австрии? Подождите, подождите. Доброй ночи. Ночь у нас. Почти два часа ночи. Илья, я загуглил, надо приветствовать. Халё написано. Халё. Не совсем верно. Ну, как-то чуть-чуть верно. Халё, это привет. Есть специально австрийское и нижнегерманское, баварское приветствие. Грюс год. Оно немножко связано с господом. Как бы, типа, приветствую тебя, господи. Грюс год. Это вот по-нашему по-австрийски. Илья, чтобы выучить эти слова, сколько вам понадобилось времени, как давно вы оказались в Австрии? Понадобилось. Грюс год, чтобы выучить, понадобилось немного. Достаточно быстро я освоил эти фразы. А немецкий вообще, я, конечно, учу до сих пор. Хотя начал учить его в Красноярске, пока учился в университете. Ну вот, продолжаю. Язык никогда невозможно освоить полностью, наверное. Но тем более немецкий не является самым простым языком. Хотя он не такой сложный и уж точно никакой не лающий, не некрасивый. Он очень мягкий, мелодичный. Винерий, конечно, отвечает человек. Есть группа Рамстайн. Это первый язык немецкого языка для всех русских. Очень он мелодичный, на самом деле, бывает, если действительно погружаешься в эту языковую среду. Но почему не захотелось дальше на территории России продолжать изучение этого языка? Что стало поводом для переезда? Да, поводом стало приглашение от Министерства образования. Есть такая программа очень классная. Между австрийским Министерством образования и российским Австрия приглашает ассистентов-преподавателя языковых предметов. Именно носителей. Чтобы носители работали в школе, учили ребят русскому. Не только русскому. Здесь есть все преподаватели разных предметов, разных иностранных языков. Ну вот, и так отчасти случайно получилось, что Австрия пригласила меня. Ну и вот четыре года я уже в Австрии отработал. Учу ребят нашему языку, показываю, как правильно говорить, какие ударения правильно делать, объясняю. Мы работаем вместе в паре с австрийским учителем. То есть я как бы такое звено. Есть учителем, который строгий. Есть и я, который на оценки не ставит. Можно или на ты, или хер-профессор. За четыре года какие выводы появились? Сравнения на контрасте жизни там, здесь? Какие там, может быть, удивления личные? Удивления, да, честно говоря, удивлений каких-то особо нету. Ну, то, что по выходным, по воскресеньям не работают магазины. Но к этому я быстро привык. Приходится закупаться в будние дни. А так нормальная жизнь, ну, удобно, с водопередвижений была, пока не было коронавируса. Вот. В принципе, жизнь везде одинаковая. У нас неплохо живется. Ну, дорого, наверное, Илья. То есть, честно говоря, хорошо. Слушай, честно, я не могу сказать, что дорого. Я не могу сказать, что здесь какие-то... Почему не можешь? Кто запрещает? Кто запрещает тебе сказать, что это дорого? Разверните камеру, покажите человека с пистолетом. Илья, ну, вот в России профессия учителя, она не самая высокооплачиваемая в сравнении с учителем в Австрии. Это действительно, ну, чуть выгоднее или даже ничуть? Это ничуть выгоднее. Это гораздо сильно выгоднее. Здесь учителя получают абсолютно нормальную, достойную зарплату, которая, ну, скажем так, уходит нормально, так за 100 тысяч рублей. Плюс, если перевести в рубли. И самое огромное преимущество, что здесь нету такой бумажной волокиты, которая есть в российских школах. Ты нормально приходишь, отвел уроки, ушел домой, не надо ничего, не сидеть, не заполнять какие-то левые бумажки, которые абсолютно никому не нужны. И учителя здесь реально ценится. И атмосфера в школах классная, и ребята хорошие. Ну, ребята, ученики везде хорошие, в принципе, поэтому... Ну, и насколько, вот мне интересно, востребован русский язык там, в Австрии? Слушай, я не могу сказать, что русский прям является предметом номера один, но вот, например, в моих школах, в двух которых я работаю, это торговые профильные гимназии, торгово-экономические профильные гимназии. По сути, если на нашу классификацию перевести, то это колледжи. Но только в Австрии колледжи, среднеспециальные учебные заведения, они считаются очень престижными. У нас, к сожалению, пока еще нет. Я думаю, что мы потихонечку когда-нибудь к этому придем. Так вот, я работаю в двух экономических колледжах, и русский язык – это второй иностранный. Вообще дети учат три иностранных языка в школе. И первый – это, естественно, английский, хотя в Вене есть одна школа, где русский – первый иностранный. То есть ребята учат русский и того 8 лет, говорят на нем на уровне B2. У меня были ученики на одной из зимних школ из этой школы, конечно, там уровень такой очень неплохой у ребят. Но в основном это, естественно, английский язык, первый – иностранный, и второй – идет язык на выбор. В моих школах это французский или русский. И если ты выбираешь русский, то ты русский учишь 5 лет. И ты не можешь его бросить. Если у тебя, например, по-русскому будет кол, то тебя просто отчислят из школы, и все, даже если у тебя все хорошие оценки были до этого по другим предметам. Какой коварный. Я хочу к нашим красноярским учителям обратиться. Вот смотрите на Илью, это прекрасный пример того, что просто узнать о возможностях ими воспользоваться вовремя. А сейчас все у нас как мигрируют туда, учителя. Там уже занято. Там занято, там у меня. Причем, Илья, в Красноярске-то ты заканчивал, не педагогический? Не педагогический. Нет, нет, нет. Я закончил аэрокосмический университет. Честно, педагогический я потом тоже закончил. Я в педагогическом преподаю на историческом факультете даже до сих пор. И я закончил потом, получил педагогическое образование как учитель истории общественного сознания. Ну да, я закончил аэрокос. И прелесть была, прелесть этой программы в том, что там нету требования иметь педагогическое образование. Все могут поедать. Важно было пройти. Ну да, важно было пройти по критериям. И главная из критериев это знание немецкого языка. И слава богу, что я его когда-то в университете начал учить. И огромное спасибо моей преподавательнице немецкого в Красноярске, Алисе Валерьевне. Алиса Валерьевна, если вы меня видите, вы все еще самая лучшая и самая классная. Илья дорасскажет свою историю, когда вернется в Красноярске, попадет уже в нашу студию. Илья, спасибо огромное. На прямой связи из Австрии Илья Баскаков у нас был в гостях. Мы же двигаемся дальше. Выпуск новостей у нас на очередь.